Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Хаджиди. Я менеджер по маркетингу специальной культуры овощей биопестициды. И сегодня я хотел бы вам рассказать про основных вредителей сада. Это чешуекрылых вредителей. Если посмотреть на то, кто преобладает в саду, то можно сказать с большой уверенностью, что больше 68-75% от вредоносности это занимают именно чешуекрылые вредители. И в годы массовых размножений они выступают основным фактором снижения урожайности плодовых культур. Давайте поближе рассмотрим всех основных чешуекрылых вредителей. И первый из них это плодожорки. Какие же плодожорки встречаются в яблонном саду? И первый из них это яблонная плодожорка. Это наиболее опасный вредитель плодов яблони, который также может повреждать груши, абрикосы, сливы, персики. Следующий вредитель, который уже начинает активно развиваться, сначала он появился в 2002 году на юге России, теперь уже его встречаются и в 20-21 годах он появился уже в центральном черноземе. Это двухполосая огневка плодожорка. По-другому язофера Бигела. Также один из вредоносных. Кроме того, в саду встречаются и восточная плодожорка, и сливовая плодожорка. Переходя к яблонной плодожорке, как я уже говорил, это один из самых опасных вредителей яблони. Поврежденные вредительной яблонной плодожоркой плоды теряют свои товарные качества, преждевременно опадают. Если посмотреть на бабочку, на ее морфологические признаки, то эта бабочка, она небольшого размера. В размахе крыльев всего 21 мм. Темно-серого цвета, поперечными линиями. Крылья в состоянии покоя складываются кровлеобразно, но есть определенные особенности. На вершине каждого крыла имеется коричневое бурое пятно овальной формы с бронзовым отливом, окруженной черной каймой. Это так называемое зеркальце, с помощью которого можно хорошо отличить бабочку и яблонной плодожорки. Яйца у нее небольшие, от 1 до 1,3 мм в диаметре, прозрачная, молочная, белого цвета. Гусеница бледно-розовая, желтоватая, бурая, до 18 мм длиной, с желтой бурой головой. Тоже отличительная особенность. Зимуют взрослые гусеницы последнего возраста в коконах, под отслоившейся корой деревьев, в трещинах штамбов и скелетируемых ветках на глубине 3 см в почве. Иногда встречаются в плодохранилищах, под растительным остатком и в других укромных местах. Весной гусеница окукливается при установлении среднесуточной температуры выше 10 градусов. Дальше после окукливания происходит вылет бабочек, который начинается через 2-3 недели после окукливания. Часто это совпадает с началом цветения яблони. Если так сказать, то лед бабочек примерно продолжается от 1,5 до 3 месяцев. Массовая откладка яиц начинается через 8-10 дней после вылета бабочек. Самка может отложить примерно от 40 до 120 яиц. Если посмотреть дальше, где она их размещает, она размещает их по одному на гладкую поверхность. Это может быть листья, молодые побеги, плодоножки на молодых плодах. Характер повреждения культуры обычно выглядит примерно так. Гусеница появляется через 17-20 дней после окончания цветения и внедряется в плоды через черешковую ямку или ранки на кожури под прикрытием листа, может быть, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга. Гусеница первого возраста питается под кожицей плода. Вот примерно здесь она начинает питаться под кожицей плода. Вторая делает извилистый ход, загрязненный экскрементами и далее прогрызая ход к семенной камере. Третьего возраста разрушает и загрязняет семенную камеру, повреждая семена. Четвертого проделывает ход наружу и внедряются в соседние плоды, где прогрызают ходы в семенную камеру. Вот так примерно выглядят основные повреждения гусеницы яблонной плодожорки. Постепенно прокладывая ходы в мякоть, гусеницы достигают семенной камеры и выедают ее полностью. Затем выходят наружу, перебираются в соседний плод. За период развития обычно гусеницы яблонной плодожорки повреждают от двух до трех плодов. Вместо внедрения гусеницы вредители закрывают пробкой из огрызков плода, скрепленных паутиной. Продолжается питание и развитие гусеницы около месяца. Взрослые гусеницы выходят из плодов и уползают в коконирование. Для того, чтобы определить, правильно установить начало лета бабочек и появление один из станов фенофаза, в середине апреля вывешиваются феромонные ловушки с диспенсерами, на которые идет отлет самцов бабочек. С начала лета бабочек учеты ведутся каждый день. Когда только полетела первая бабочка, необходимо каждый день проверять феромонную ловушку на определение количества бабочек и установления пика лета. В течение вегетации учеты ведутся каждые 7 дней для определения динамики лета самцов. Если смотреть на ЭПВ, то это примерно 5 самцов на ловушку, отловленных за 7 дней. Если переходить дальше к определению количества поколений. На юге вредитель развивается в 2-3 поколениях. Вот видите пики этих поколений, 1, 2 и 3. Наиболее вредоносные это 2 и 3 поколения яблонной плодожорки. Если посмотреть на другие регионы, допустим это центрально-черноземный регион, то здесь уже количество поколений немного меньше. Она развивается примерно в 2-х поколениях. Это 1-е и 2-е поколения. Наиболее вредоносные здесь также 2-е поколения. Следующий вредитель, о котором я хотел бы рассказать, это двухполосая огневка-плодожорка. В Краснодарском крае она появилась с 2002 года на насаждениях персика. Дальше она перешла на яблоню. В 2005 году она нанесла серьезный ущерб в садах яблони. И в последние годы вредитель повреждает плоды практически всех культур. Бабочка небольшого размера, 15-20 мм, имеет серую, темно-серую, бежевую окраску. По общему тонну проходит продольные, поперечные, светлые и темные полосы. Вот как примерно вот здесь мы можем это наблюдать. Далее, только что отродившаяся гусеница, она светлая, почти прозрачная. Затем с возрастом она приобретает серый цвет. Если так можно сказать, фитофага можно поделить на две группы. Первая группа, которая повреждает плоды. Она зимует в виде взрослой гусеницы в коконах, трещинах коры и на стволах и ветвах. Вторая группа, повреждающая побеги. Она перезимовывает в гусеницах разных возрастов, в местах обитания, включая кору и камни. Обе эти группы фитофага весной, в начале лета развиваются в древесине побегов. Если сравнивать ее с яблоной плодожоркой, лед бабочки немного отличается. Что мы дальше с вами рассмотрим? Но кроме яблоной плодожорки в плоде могут встречаться как раз именно обе эти бабочки. Обе гусеницы этих бабочек. Яблоной плодожорки и двухполосой огневки. Характер повреждения отличается немного от яблоной плодожорки. По сравнению с яблоной плодожоркой, она не только повреждает семенную камеру, но и выедает всю мякоть плода. Вы можете посмотреть здесь. Отрождающиеся гусеницы прогрызают большое отверстие в плоде, при этом оставляют много экскрементов и жидкости. В одном плоде одновременно может питаться несколько гусениц. Одна гусеница, переходя из плода в плод, может повредить до 3-4 плодов. До 5 плодов встречались в условиях Краснодарского края повреждения одной гусеницы. Окукливание зимующих гусениц начинается во второй декаде апреля при среднесуточной температуре 16-17 градусов. Вы можете видеть, что после питания гусеницы даже могут перед окукливанием не покидать плод и развиваться уже в самом плоду. Если посмотреть на количество поколений, мы его рассмотрим на примере региона Юг, в котором она получила наибольшее распространение, то начало лёта бабочек зависит от погодных условий. Лёд начинается примерно с апреля месяца, вот с этого периода. В середине мая отмечается яйцекладка и далее, в третьей декаде апреля и более поздней, первой декаде мая, начинается уже лёд бабочки. Если сравнивать яблоную плодожорку с двухполосой огнёвкой плодожорки, то у них есть небольшое различие. Вот вы можете посмотреть. Это различие составляет примерно 2-3 недели. Двухполосая огнёвка плодожорка летит позже яблоной плодожорки. Далее, в последних генерациях этот разрыв сокращается и достигает уже примерно 1-2 недели. Но в чём отличительная особенность? В том, что из-за того, что у них различный лёд, и с помощью фенеромонных ловушек, контролируя яблоную плодожорку, мы можем увидеть повреждения на плодах, не сразу определив, поняв, что это. А это может быть именно двухполосая огнёвка плодожорка, которая и повреждает плоды. Поэтому при построении системы защиты нужно выбирать правильные продукты, которые бы обладали овиларвицидным действием, которые контролировали бы и яйца, и гусениц, вредители. Потому что вы видите, что после пика лёда идёт отрождение яблоной плодожорки, а в этот период ещё только лёд и откладка яиц. И на момент периода обработки у вас может быть как гусеница яблоной плодожорки, так и яйца двухполосой огнёвки плодожорки. И вот именно для построения этой системы нужно выбирать правильный препарат. Следующие вредители, о которых я хотел бы вам рассказать, это листовёртки. Какие листовёртки присутствуют вообще в саду? Это первая листовёртка изменчивая плодовая, листовёртка подкорковая, листовёртка почковая и розанная листовёртка. Если посмотреть на первую подкорковую листовёртку, в чём её основная особенность? В том, что в первую очередь она повреждает именно ветки деревьев. Гусеницы зимуют разновозрастные, зимуют они в ходах, которые платка прокладывают под корой, находясь в небольшом углублении. В чём ещё основная особенность? В том, что после лёта бабочек, когда происходит это примерно начало апреля, первая декада мая, и лёд бабочек может продолжаться до конца августа, достаточно большой период лёта бабочки. Яйца откладываются на штамп и на толстые ветви на высоте примерно 50-70 сантиметров над поверхностью почвы. 50-70 сантиметров над поверхностью почвы. Яйца откладываются также в щели коры и даже на обнажённые главные корни. Выходящие из яиц гусеницы вгрызаются в кору, проделывают неправильные ходы и питаются под корой, лубом и заболонью. Особенно сильно гусеницы повреждают нижнюю часть штамба и корневую шейку. В местах повреждения поверхность штамба покрывается сгустком камеди. При большом количестве гусениц листовёртки подкорковой дерево погибает примерно через 2-3 года. При учётах, когда вы пытаетесь осмотреть дерево, необходимо просматривать скелетные ветви, нижнюю часть штамба и почву на глубину 2-3 сантиметрах при корневой шейке. Следующая листовёртка почковая. Она повреждает также широкий спектр культур яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню. Повреждает листья и плоды. Зимуют гусеницы 3-го возраста в белых плотных коконах, вблизи почек, на подушках и в развилках молодых ветвей. Выход из мест зимовки при среднесуточной температуре от 8 до 10 градусов. Это примерно совпадает с фазой зелёный конус. Гусеницы внедряются в почки массовый выход. Массовый выход гусеницы – это примерно обнажение соцветий, выдвижение бутонов. Позднее гусеницы оплетают листья, бутоны и цветки, где живут, и питаются тычинками и пестиками. Вот примерно как вот здесь выявлено. Подгрызают цветоножки и вызывают массовую гибель соцветий. Если говорить про начало лёта бабочки, оно примерно наступает со второй-третьей декады мая при сумме эффективных температур 166 градусов. Яйца откладываются на верхнюю, реже нижнюю сторону листьев. Начало отрождения гусениц примерно с первой декады июня. Живут они между листочками и скелетируют их. Она повреждает большой спектр культур – это яблоню, грушу, сливу, черешню, лучу. Но наибольший серьёзный ущерб наносят гусеницы весной, питаясь листьями и цветками. Небольшие бабочки, гусеницы которых питаются листьями и цветками, бутоны, завязи и плодами, скручивают лист в трубку и искрепляют гнездо паутины. Зимуют гусеницы третьего возраста. За год развивается одно поколение. Кроме плодовой листовёрки, яблони могут повреждать и другие виды листовёрток. После выхода из яиц гусеницы начинают питаться на краю того же листа. Обычно часто при соприкосновении листа с плодом гусеница может повредить и плод. Допитавшись до третьего возраста, гусеница уходит на зимовку. До установления начала лёта бабочек и появления отдельных стадий развития фитофага в середине апреля вывешивают феромонные ловушки с диспенсера. Для того, чтобы определить лёд бабочки. И далее в течение вегетации ведутся учёты каждые 7 дней, так же как у яблонной плодожорки. Следующий вредитель, о котором я хотел бы вам рассказать, это розанная листовёрка. Это один из наиболее опасных листовёрток. Это полифаг, повреждает почти все лиственные породы, в том числе плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники. В плодовых садах она повреждает яблоню, грушу, вишню, черешню и другие косточки, а также ягодные. Вредит на стадии гусеницы. И мага у неё мелкие ночные бабочки. В основном они передвигаются в тёмное время суток. Окраска передней пары изменяется от жёлтой до серой или тёмно-коричневой. Размах крыльев примерно 18-22 мм. У самцы они немного меньше, от 14 до 19 мм. Рисунок на передних крыльях у самцов чёткий, с тёрно-бурым окрасом. Гусеница. Она изменчиво наблюдается в вариации от тёмно-оливкого зелёного до светло-зелёного цвета. Лёд бабочек растянут и начинается примерно с июня до начала августа. Бабочки в основном активны в сумерках и ночью при температуре от 15 до 20 градусов. В чём особенность розанной листвёрки? В том, что она откладывает большое количество яиц. В основном откладывает на гладкую поверхность коры, веток и штампов растений. Плодовитость составляет в среднем 250 яиц от одной самки. В первом и втором возрасте гусеницы внедряются в почки растений, скелетируют листовые пластинки, выедают круглые отверстия, а также проникают в бутоны. В бутонах гусеницы уничтожают лепестки, пестики и тычинки. В старших возрастах они сворачиваются один или несколько листьев трубки или комки. Могут повреждать плоды, завязи. Развивается розанная листовёртка в основном в одном поколении. Вредоносность на плодовых культурах, минирующих моли при благоприятных условиях может достигать 63% в снижении урожая. Плоды становятся мелкими, снижается их пищевая ценность. Содержание сахарозы из-за минирующих молей может снижаться в 2-6 раз, а аскорбиновой кислоты в 5-6 раз. Если посмотреть на основные виды молей, которые присутствуют в саду, это первая, боярышниковая кружковая моль. Она является одной из самых вредоносных видов из серии минирующих молей. Следующая, это яблоная нижнесторонняя минирующая моль. И редко, но встречаются, это верхнесторонняя плодовая минирующая моль и яблоная моль. Если подойти более подробно к боярышниковой кружковой моле, то при плотности до 10 мин в среднем на лист происходит снижение фотосинтетической деятельности и происходит преждевременный листопад, что может существенно снижать урожайность и качество плоды. При большом количестве мин на листу происходит отставание побегов рост и уменьшение массы плода. Вредоносность у боярышниковой кружковой моли часто носит очуговый характер. Зависит от количества мин на лист и сильнее выражена в верхнем ярусе крон. Бабочка очень мелкая, в размахе крыльев примерно 6-7 мм. Передние крылья серебристо-серовато-округлые, от верхушки крыла в бахроме отходят 3-4 штриха по внутреннему краю рядом с верхушкой. Если посмотреть ближе примерно на то, как развивается боярышниковая кружковая моль, то она примерно по своему лету совпадает с яблоной плодожоркой. Часто примерно в одни и те же сроки. И дальнейшая их фаза развития происходит почти синхронно. Если посмотреть на гусеницу бояшниковой кружковой моли, то она не выходит на поверхность листа, а внедряется в его ткани, прогрызая хорион у основания яиц, внедряясь в паренхему листовой пластинки. Она выгрызает ходы мины, не повреждая эпидермис. Мина округлая, вот как по примеру мины, они округлые, в среднем диаметре около 1 см, с концентрическими кругами темно-коричневых экскрементов, видимых с верхней стороны листы. Можно так сказать, что как можно мониторить бояшниковой кружковой моли? В том, что выход самцов примерно на 5-7 дней опережает выход самок. С помощью феромонных ловушек можно очень четко его мониторить и предпринимать защитные мероприятия для качественной, хорошей контроля бояшниковой кружковой моли. Вредоносность ее и порог ЭПВ, экономический порог вредоносности, составляет примерно 50 гусениц на 100 учетных розеток в фенофазу яблони розовый бутон. Далее, в летних генерациях, это примерно 3 гусеницы на 1 лист или 70% заселенных розеток в период осыпания избыточной завязи. Наибольший период наибольшей вредоносности наблюдается в сроке формирования урожая с фенофазы розовый бутон до опадения избыточной завязи. Следующий вредитель, о котором бы я хотел рассказать, это яблоная нижнесторонняя минирующая моль. Она имеет широкий ареал обитания. Совпадает он с зонами интенсивного садоводства, повреждает преимущественно яблоню. Но отмечается, что бабочки нижнесторонней минирующей моли откладывают яйца и на несвойственных ей косточковых культурах. Чаще это черешню и вишню. При сильных повреждениях листьев гусеницы нарушают их фотосинтетическую деятельность, уменьшая прирост и снижают урожайность. Откладывают яйца с нижней стороны листа. Вот вы можете посмотреть именно откуда идет этот период вредоносности. И также вот вы можете посмотреть на гусеницу. Повреждают листья, вызывая образование пятновидных мин овальной формы. Зимуют куколки либо гусеницы пятого возраста. Если посмотреть на бабочку, она в размере примерно в размахе крыльев 7-9 мм. Крылья золотисто-желтые с белым рисунком в виде треугольника. Гусеницы примерно в размере до 6 мм. Небольшая такая вот гусеница. Вы можете вот посмотреть. Вылет бабочек нижнесторонней минирующей моли начинается в фенофазе выдвижения соцветия. И фенофазу розовый бутон при сумме эффективных температур примерно 113-145 градусов. Массовый лед приходит на период после окончания цветения. В первом возрасте гусеница образует на нижней стороне листа едва заметную мину. До третьего возраста питается соком эпидермальных клеток. Затем питается тканью листа, выедая губчатую и полисадную ткань. Питаясь, гусеница постепенно расширяет и удлиняет мину, превращая ее в полость, выстилающую изнутри паутины. Вот хорошо это видно вот здесь. А с верхней стороны образуются куполообразные возвышения с мелкими точечками. Гусеница, закончивая питание, также в мине внутри окукливается. Вредитель дает примерно до трех поколений, часто которые наслаиваются друг на друга. Дальше встречается такой вредитель, как верхнесторонняя плодовая моль, которая вредит яблони и груши и другие вредители. Если посмотреть на период вредоносности, то, как я уже говорил, яблона нежносторонне минерующая моль от выдвижения соцветий и до розового бутона. А бояшниковая кружковая моль, примерно как и с яблоной плодожоркой, в этот период вы видите, что листовертки вредят на всем периоде развития яблони. Следующий вредитель, о котором бы я хотел рассказать, это совки. Их достаточно большое количество, примерно 70 видов совок может повреждать сад. Наиболее вредоносная из них это хлопковая совка. В начальный период вегетации она повреждает листья, в более поздние периоды вегетации она повреждает плоды. И если вы правильно строите систему защиты, то вы можете спокойно ее контролировать и бороться с этими вредителями. Это все, что хотел я вам рассказать про основных чешуекрылых вредителей в саду. Далее в следующих видео мы постараемся рассказать, как же все-таки бороться с чешуекрылыми вредителями, какие препараты, когда лучше использовать. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok